Здравствуйте! Уважаемые телезрители, мы снова рады вас приветствовать на нашем новом реалити-шоу «Школа моделей». Начинается новая учебная неделя. Посмотрим, как девочки проявят себя в этот раз. Добрый вечер, наши милые участники! Я смотрю, ваши лица все более радостные из раза раз, как я вас вижу. Ну что, у нас начинается очень продуктивная неделя. Она будет богата большим количеством сюрпризов, как обычно. В качестве эпиграфа к сегодняшнему дню мне хочется взять слово Евы, которая, зайдя сегодня в класс, сказала, «Девчонки, я вижу, что с каждым днем ваши лица становятся все радостнее и радостнее». И это действительно так. Плывай, как восточная царица. Здравствуйте, Анташенька. Очень рада вас видеть. Спасибо вам огромное, что вы откликнулись в помощи нашим девочкам. Пойдемте с ним познакомимся. Пойдемте. Добро пожаловать в нашу школу моделей. Сегодня, как всегда, что-то интересное. Я думаю, эту девушку несложно узнать. Вы видите ее обычно на вечеринках, каких-нибудь очень зажигательных, либо на плакатах в нашем городе Наталья Думинника, королева восточной музыки, восточных танцев. И она сегодня преподаст вам уроки, как мы это назовем? Жест, женственности, пластики, красоты и восточного танца. Вот так. Аплодируем, встречайте. Готовьтесь. Наталья Думинника. Мне кажется, что она очень красивая и шмешерная. В зависимости от писька. Безумно женственная девушка. Просто безумно. То, что она вытворяет, это достойно уважения. Очень приятно. Я вам сегодня буду преподавать уроки бэлли-дэнса. Надеюсь, все знают, что это такое. Кто занимался, очень приятно. Кто нет, будем внедряться. Пожалуйста, встаем. Становимся в 3-4 линии, так, чтобы всем было видно, удобно. Начинаем первое движение. Скажем так, входим в амбианс, входим в ритм. Не будем начинать ни с быстрого, ни с сложного. Самое простое. Ручки вниз, ножки вместе. Под собой, мозгами рисуем тарелочку бедрышками. И по кругу. Тарелочку. Это движение называется тарелочка. Рисуем его под собой. Плечи стоят на месте. Меня видно, да? Плечи стоят. Вот этими двумя точками по кругу рисуем тарелочку. Раз. 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 Каждый раз это назад. Раз. Раз. Окей, пошли быстрее. И раз. Раз. Не-не-не, стоять. Плечики держим. Ребра держим. Только бедрышки ходят по кругу, под вами. Ваша голова должна стоять. Представьте себе, что у вас здесь стаканчик с водой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Третья и четвертая полубочка через перед. День через зад, бочка будет половинка через перед, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скромностью, скромненько танцуем, все скромненько. А теперь я хочу попробовать то же самое, только немножко быстрее. Да? Чтобы почувствовали ритм немножко быстрее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, конечно, танцую, но такое я, конечно, не потяну. Подними пяточку. Вытащи сюда. Чувствуешь вот этой мышцей? Давай. И раз. Раз. Ножки вместе. Ножки вместе. Со мной давай. И раз. Вот этой мышцей. И давай толкай. И вниз. И другой толкай. И вниз. Да? Девочки, вот этими мышцами боковыми вы подняли, вы толкаете не назад, а вот в диагональ. Туда, 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 туда. Должен выходить как бы рисунок по вам. Вы чувствуете? Очень приятный сюрприз. Это были восточные танцы, по которым я очень скучала. Потому что ради этого проекта я бросила танцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девочкам придется научиться дружить с друг с другом. Если раньше мы как-то пытались общаться и могу признаться, что до сих пор некоторых девочек я знаю только в лицо и по имени не помню, то теперь все будет намного серьезнее. Нужно будет познакомиться получше и действительно подружиться, чтобы потом вместе работать в команде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Будь себя, пам, все скромненько. Всегда помним, что belly dance – это не вульгарно, это не соблазнительно и не секси. В первую очередь это скромно и женственно. Вот не портим ему репутацию, и так ее очень трудно сохранить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня очень сильно болит пресса, это очень сложно, это вообще нереально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждая часть ее тела двигается отдельно. Это потрясающе, это просто, это создает большое впечатление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это было как что-то вроде бы флешмоба. В тот самый момент, когда я почувствовала, что энергия, эмоции уже начинают меня переполнять, и пространства нашего класса мне становится уже недостаточно, нам предложили как раз спуститься на первый этаж Сан-Сити, чтобы продемонстрировать там свои новые умения. И это позволило мне выплеснуть свои эмоции, всю свою положительную энергию и поделиться ею с окружающими. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зажгли народ там, состояли потанцовывали, снимали на камеру, в общем, устроили настоящее шоу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушки, наш очередной сюрприз. Это наша приглашенная звезда на сегодня. Прошу вас поприветствовать. Здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы можете с собой начаться, я думаю, это бы ставит вам обоим не менее удовольствия. Да? Хорошо, пожалуйста. Меня зовут Сергей Артемьев. Может быть, кто-то меня видел по телевидению. Я певец, исполнитель песен. Кстати, я начал следить за этим шоу, за этим, скажем так, интерактивным проектом. И я так думаю, что если будут какие-то выдающиеся здесь лица, модели, я думаю, что я с удовольствием возьму и предложу принять участие в съемках одного из моих клипов, который, кстати, будет сниматься скоро. Самый главный приоритет во время съемки – камеры, фотоаппараты для вас не существует. То есть вы это уже, наверное, проходили, это, наверное, уже все прекрасно знаете. То есть чем больше вы покажете, что камеры и фотоаппарата не существует, тем больше и профессиональней будет считаться ваша работа. Поскольку все-таки у нас построена наша встреча как интерактив, если есть какие-то вопросы, вы можете задавать, с удовольствием отвечу на них. А свою карьеру, скажем так, вы, наверное, знаете, что очень многие артисты, такие уже серьезные мэтры, как Йосиф Кобзон, как Фрэнк Синатра, как другие, они после того, как попадали в шоу-бизнес, после этого они открывали свой бизнес, то есть занимались какими-то своими бизнес-проектами. У меня история немножко наоборот. Я сначала заработал деньги, то есть сначала открыл свой бизнес, развил его, потом подумал о душе, о высоком, что называется. Я заставила его немножко похвастаться собой, и он это сделал, рассказал нам о поступках, которыми он гордится. И в принципе там есть чем гордиться. Иногда девочки совершают очень большие ошибки. Им кажется, что они избавляются от страхов, но это начинается переигрывание и перебор. Девочка начинает себя вульгарно вести. И это сразу видно. То есть есть грань, когда ты работаешь над собой и избавляешься от своего страха, но никогда не нужно переходить ту грань, когда ты начинаешь вульгарно себя вести. То есть пока, ну мне все пофиг, мне все можно. И в этом случае это уже совершенно другое. Это уже, ну вы понимаете, о чем я говорю, это называется уже правило дурного тона. Мы у него узнали много интересного, также какие-то советы он нам дал, и все было очень-очень интересно и очень весело. Вы же здесь все не просто так здесь, да? То есть в каждом из вас сидит какой-то чертик, который хочет и шепчет вам «покажи себя, реализуй себя, каким-то образом преобрази себя», правильно? И я знаю людей, причем уже достаточно взрослых, которым за 40 лет, которых в свое время родители подавили. Нужно выбирать, и обязательно в жизни любого человека должно быть что-то для души. Неважно, вяжет он какие-то носочки, платочки, там, я не знаю, там собирает какие-то экибаны, коллекционирует автомобили, пишет стихи, песни, музыку, поет. То есть обязательно в жизни любого человека должно быть творчество, потому что творчество, оно от Бога. Я сейчас в 12-м классе, должна выбирать будущую профессию. И он донес до меня очень важную идею, что мы должны выбирать профессию согласно своему сердцу, а не так, как нам говорят родители, и как этого требует общество. Музыкальную карьеру на самом деле можно начать даже в чуме на Северном полюсе. В любом случае, вот даже как сейчас, как сегодня, у каждого человека есть свой шанс, есть шанс, что его встретят, что его заметят, что, но для этого нужно себя проявить. Точно так же, как вы здесь, я уверен, что это все бесплатно для вас, и самое главное, чтобы была энергия, чтобы вы могли реализовать, показать себя, и чтобы это была целеустремленность, чтобы вот была целеустремленность и цепкость, и вот тогда все получится. Насколько я знаю, это не подтвержденная информация, чтобы на меня там не обижались продюсеры, но у Димы Биланов в клипах модели, которые участвуют, которые снимаются, они проплачивают свое участие. Для чего это нужно? Для того, чтобы модель заметили, для того, чтобы она примелькалась на экранах, и дальше это бизнес своего рода, вы же прекрасно тоже знаете, что модели есть подиумные, есть коммерческие, то есть это бизнес. Но именно в моих клипах, конечно же, не было никакого продукт-плейсмента. Единственное, что я могу уточнить, как правило, выбирают каких-то очень яркие, если это не продукт-плейсмент, и если эта модель за это не платит, за участие в этом клипе, как правило, берут какие-то очень яркие персонажи, то есть либо это очень грустная, либо это, ну, все-таки модель должна быть очень выразительная, она должна быть больше похожа на актрису. У меня были очень интересные вопросы о людях музыкала, о том, как мы можем интегрировать в эту сферу. Самые впечатляющие моменты это начало. Тяните эти моменты, потому что потом начинается рутинка, работа ежедневная, как это называется, обычка, бытовуха. Так вот, обычка и бытовуха, она съедает. Она на самом деле, как бы, я знаю очень многих людей, у которых опускаются руки, наступает депрессия. Работа интересная, многие бы мечтали о такой работе. Это даже вот многие звезды, которые с экранов каналов не слазят. Но когда постоянно гастроли, один город за другим, концерты за концертами, да, человек выходит на сцену, у него нарисованная улыбка, он должен себя продавать, но на самом деле это обычка, это бытовуха и удовольствия на самом деле мало. Это я говорю точно, ну, не по себе, а по другим людям. Вот, девочки, запомните это. Вся ваша самая, может быть, это не по правилам, может быть, я говорю то, что, скажем так, здесь ни один преподаватель вам не скажет, но вся работа строится за кулисами. Будьте сами собой, оставайтесь личностью, чтобы людям было тем, от кого зависит ваше выступление, ваше дефиле, ваше продвижение. Для того, чтобы вы, в первую очередь, были интересны как личность. Вопросов больше нет? Мне очень понравилось, вы заметили. Спасибо. Вот такие у нас девочки, пытливые, умненькие. Очень красивые, очень талантливые и очень перспективные. Девчонки, я буду смотреть, очень внимательно наблюдать за этим проектом. Но на самом деле самых выдающихся я обязательно приглашаю, уже сейчас говорю вам, что приглашу, сняться в своем новом видеоклипе. Был рад вас всех видеть. Красота! Был рад вас всех видеть. Нашли материалы, чего-то, что-то, больше генерал, в последний раз, а появилась проблема достаточно большая в мире, как и обезвитие, и все консиченты, нощие ей. Сегодня мы встретились как мы кормить, как мы кормить, как мы кормить. Скажу опять же открыт, я сегодня новым, у нас не знал ничего, по одной простой причине, каждый день то же самое, с маньякальной ностоичностью, доношу своим девочкам с тренировки. Это единственная среда энергии для проживания, для мучения. Конечно, это только продукты, но и другие, но и другие. Здесь есть только для того, чтобы conectать креерии. И, после того, чтобы consumить что-то, мы будем уверены, что продукты не будут дать, но будет исключительно только среда энергии, для которой мы нужны для того, чтобы принять энергия vitalа, что-то из нас. Сигурно, что многие знали, но мы получили много ответов, но мы получили много ответов. Но проживание требует пастать. Однажды, что это дает от Бога, от мамы, оттата, это требует пастать и в будущем. Сегодня мы можем сказать, что это нужно делать для того, чтобы вы пастать, что вы уже дали нашество. А фаста очень интересная, потому что мы получили в росте, наше, что мы разве развеет в качестве более активного и более активного. Для 15-20 лет в ростах, что мы будем очень активны, очень быстро и, в любом случае, если вы делаете в режиме alimentарного, это будет более интересным для вас, но это не означает что вы должны выжать и выжать быстро. В случае, если вы получаете У нас был встреч, о соревновании, в ресторан, в сиарах, и у нас было поздно, и вы не могли, чтобы вы получили. Регулирует, что в следующий день мы делаем, когда мы будем с большим количеством и мы будем продукты и легкие. Мы добавим на фрукты и губы, но мы не будем и на протеине, а также на карне и на пеште, которые должны быть обязательными в alimentации. Мы помним еще раз, потому что мы должны иметь здоровый режим и чтобы мы consumим много фруктов, много леков. Такое понятие как генетическое предрасположение, в принципе, оно есть, но всего лишь 3% из тех, кто страдает этим заболеванием, имеет действительно какие-то генетические патологии. Очень часто на приеме я слышу такое выражение. У меня генетическая предрасположенность, мама-папа у меня полный, я не могу быть худой. В данном случае, если мама-папа полный, это значит, что мама просто очень вкусно готовит. И чаще всего дети учатся кушать в семье. И если мама-папа полный, значит, они едят много, они едят со вкусом, у них торты практически в каждую неделю. Все это видит ребенок, ему кажется, что это вариант нормы. Во-первых, он тоже ест, во-вторых, когда у него своя семья, он продолжает точно так же питаться. Это просто привычка, это пагубная привычка, от которой нужно отучаться. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу сказать всем, вот всем, кто сейчас сидит перед экраном, молю вас, услышьте меня. Никогда не держите диету, забудьте это слово. Просто табу на диету себе поставьте. Ее никогда нельзя держать. Просто правильно питайтесь. В этом нет ничего страшного. Правильное питание – это очень просто. Девочки, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы представляем вам компанию «Алит» в лице Ольги Букарь, визажиста-стилиста-преподавателя, с которым мне неоднократно приходилось работать. И хочу вам сказать, что это был один из самых приятных опытов в моей жизни. Потому что, помимо того, что она прекрасный визажист и мастер своего дела, также она безумно легкий человек. Она буквально с полсекунды понимает, что нужно сделать вам на ваших прекрасных личиках. Надеюсь, я вам помогу. Девочки, здравствуйте. Здравствуйте. Я пришла вам помочь, скажем так, научить каким-то тонкостям, для того, чтобы вы могли правильно создавать свой имидж, макияж, для того, чтобы вы могли правильно скорректировать себе бровки, потому что вы, наверное, очень часто участвуете в фотосессиях, в видеосъемках. Если нет, то будете. Я вам этого от души желаю. Но очень часто модели сталкиваются с тем, что не всегда на площадке есть визажисты. Поэтому лучше вы научитесь всем этим навыкам сами и сможете сами для себя создать нужный образ. Потому что образы модели создают абсолютно разные. Очень приятная была преподавательница. Она всем девочкам очень понравилась, дала действительно дельные советы. Природа создает нас очень пропорциональными. Поэтому все эти направления мы выбираем и направляем от нашего носика. Первая точка, которая должна сказать вам, что оттуда должна начинаться ваша бровь, это четкая линия. Вверх, от ноздри вверх. Отсюда абсолютно у всех должна начинаться бровь. Если брови перещипаны в стороны, то вы зрительно увеличиваете линию лба. Это присуще только мужчинам. Вот эта крупная зона, это в основном у мужчин. Мы же не хотим быть похожи на мужчин. Все должно быть мягко и женственно. Очень приятная девушка, очень приятный голос. У нее хотелось слушать и слушать. Вторая точка, девочки, находится, если мы эту линию от той же точки, ну только не такой толстый инфломастер, а сегодня потоньше найдем, сейчас поворачиваем через зрачок. Через зрачок это самая высокая точка нашей брови. Но зрачок в этот момент должен не смотреть, там желательно куда-то в право или в бок. То есть ровно, да, если вы сами смотрите в зеркало, через зрачок это самый высокий взлет. И через конец глаза, если вы пойдете ровно, там будет конец вашей брови. Потому что когда бровь укорочена, это зрительно увеличивает ширину вашего лица. Кто-то хотел бы посмотреть? Посмотрим, да, как правильно наша красивая модель с прекрасными глазками, я можно освобожу твои глазки. Держи, пожалуйста, голову ровно. Линия, девочки, должна идти не отсюда. Линия должна идти вот отсюда, от начала ноздри. От начала ноздри мы идем вверх. То есть в принципе мы видим, что девушка пропорционально начала свою линию брови. Проверим, какой у нее взлет. Смотри, пожалуйста, ровно. Не обязательно на меня, я отсюда все увижу. Здесь хотелось бы немножко бровь расширить. Видно, да? Угол поднять. Потому что здесь у нас бровь смотрится узковатая. То есть расширение должно быть здесь и только потом уход вниз. Потому что анфас неплохой, но посмотрите, какой у нас профиль. Конечно, он требует серьезной коррекции. Видите, да? Бровь здесь сужена, ее не хватает. А глазки у нас очень большие. Кстати, глаза у нас вообще очень редкой формы, миндалевидные. Это считается идеальной формой глаз. Но мы еще к ней придем. Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер, девушки. Добрый вечер. Я очень рада, что у вас такое хорошее настроение. Наверное, уроки пошли замечательно, да? Да. Девочки, вы знаете, какой сегодня день. Сегодня конец недели и у нас, соответственно, вылет будет сейчас. Я, к сожалению, вижу, что улыбки померкли. Но, тем не менее, так надо. Значит, каждая из учительниц выдвигает сейчас свои кандидатуры на вылет из нашего проекта. Величие, пожалуйста. Первая Бадана Анастасия. Девушка встает и выходит в центр зала. Вот. Сегодня, когда исключали девочек, у меня прям стучало очень сердце. Я все боялась, что меня назовут и учителя будут чем-то недовольны. Сегодня у нас был вылет и очень неожиданно было увидеть в претендентках на уход Бадана Анастасию. Может быть, дело в том, что она не успевает в уроках. Но это действительно было неожиданно. Для меня это стало шоком. И теперь действительно страшно. Никогда не знаешь, кого назовут учителя на претендентку. Величия крайне добрый учитель. Она выбрала только трех кандидаток. Мы выбирали из пяти кандидаток. Надя? У меня четыре. Бадана Анастасия, Кужакара Кристина, Додон Светлана и Стратулат Алина. Все такие радостные и веселые. Учителя напомнили нам о том, что сегодня настал день, когда нам нужно прощаться с двумя девочками. Момент, как всегда, был очень напряженным, эмоциональным. И с каждым разом, я думаю, он становится волнительнее для девочек. Но также он заставляет задуматься о том, что нужно исправить, какие пересмотреть свои ошибки, обратить внимание на достоинства и стремиться к победе. Бадана Анастасия, Стратулат Алина, Додон Светлана и Кужакара Кристина. Все здесь. Все здесь. Кристина Кужакара, Бадана Анастасия, Додон Светлана и Стратулат Алина. Все здесь. Ну, так как я подвожу итоги по голосованию. Девочки, может быть, вам есть что сказать? Я не знаю, почему вы стали кандидатками на вылет. Есть какие-то предположения? Настя, можно шаг вперед? Девочки, уважаемые учителя. Я хочу этой девушке в данном вылете дать право на продолжение своей роли в нашем проекте. Мне, как ведущей этого проекта, нравится, насколько активна эта девушка. Поэтому вы остаетесь, я вам даю сегодня свой иммунитет. Спасибо. Спасибо. Сегодня я стала кандидатом на вылет. Это было не очень приятное чувство. Такой удар сразу опа. Меня выбрали. Да, причем все учителя проголосовали за меня. В основном в списке была я. И огромная благодарность Еве, что еще дала мне шанс попробовать себя, показать себя с более лучшей стороны. Надеюсь, что я все-таки останусь недели хотя бы на три. Это заставляет нас задуматься о том, что мы должны поменять в себе, что мы должны прислушиваться к советам наших стилистов и других преподавателей. и дает нам дополнительный стимул для того, чтобы самосовершенствоваться. Алиночка, может быть, вам слово? Алина, скажи, пожалуйста, ты подозреваешь, почему ты здесь? Ну, это да. Скажи мне? Ну, наверное, потому что я не подозреваю. Еще? Неактивно? Неактивно. Еще? Ну, это все. Все, да? Хорошо. Ты, в принципе, практически правильно ответила на вопрос. Смотри, мы делаем весь состав. Учительский тебе делает замечание. Ты должна учесть, что это очень серьезное замечание. В следующий раз ты можешь не сесть обратно на это кресло. Поэтому, пожалуйста, у меня к тебе просьба. Обрати внимание на все дальнейшие замечания, которые тебе будут делать. Будь активно. Участвуй. Ярче будь, пожалуйста. На данный момент, опять же, мы даем тебе шанс и ты рада сидишь тебе. Ты получаешь иммунитет, Алина. Наша Донберг Όoriginal. З inicialистка во время положения целовеку. Сегодня нам нам туда вот holiday, но это не понравилось. Тоже, что мне подарил этого шанса обеспечит. Мне показалось, что есть, что журнал stores мне, ..? Это было совершенно настоящий момент. С может ответить, что делать, чтобы не следить broad etwa. Что data дает мне это? Ну, собственно, девушки, к сожалению, у вас было самое большое количество голосов, и ни один из учителей не предоставил вам иммунитет. Поэтому мы прощаемся с вами, мы желаем вам удачи. До свидания. Вы можете проводить своих подруг. Ушли две девушки. Очень жалко, конечно, ведь мы успели привыкнуть к ним, стали уже как родные. И надеюсь, что эти девушки, которые получили замечания, исправятся, и станут действительно лучше. Леурею сукцесу лор, и, думаю, здесь не закончится карьера лори в моделинг, потому что, если они будут потенциал, и, действительно, они будут дурить это, они будут успешны и будут становиться модели успеха. Если, sincer, я буду, я надеюсь, что они будут, и есть еще какие-то выборы, которые, думаю, в следующем году, будут уходить. В этом году, я надеюсь, что это очень интересное, я понимаю, что это один конкурс, что фиекарь се лоптет за большим премиумом, но, в первую очередь, мы должны быть люди, мы должны быть люди. Атитудия Ании Урсу и Илонией не было впечатляет. В этом году мы должны ждать больше, и мы закончим тарзиу эмиссиуна, или даже потеряем время. Смотрите нас в субботу 20.40 на ТВС 21. Субтитры подогнал «Симон»!